Сегодня я вам покажу реальный кейс, результаты своей работы, где я работал в качестве менеджера YouTube канала. Также я отвечу на такой вопрос, насколько менеджер YouTube канала это важная вообще фигура в продвижении YouTube канала. И зачем вообще нужен менеджер YouTube канала. А я считаю, что менеджер YouTube канала нужен абсолютно многим людям, которые хотят продвигать, например, свой бизнес на YouTube канале. Будь то предприниматель, будь то какая-то крупная компания, будь то какой-то блогер. Это все в первую очередь для тех, у кого есть деньги и тех, кто хотят высвободить свои деньги. Конечно, можно заниматься продвижением YouTube канала самостоятельно, но вы убьете огромное количество времени. И не факт, что вы все равно поймете, как работает YouTube, как правильно загружать видео, как его правильно называть, какие ставить картинки. И вот об этом во всем я сегодня хотел бы вообще поговорить. Мне часто бывает задают такие вопросы или по рекомендациям я работаю. Ко мне часто приходят и говорят, вы занимаетесь раскруткой YouTube канала или мне вот нужно столько-то, столько-то подписчиков за такой-то, такой-то период. Вот такие вот разные вопросы возникать. Я скажу, ребят, что раскрутка – это понятие большое. Что значит, опять же, раскрутить YouTube канал? Раскрутить YouTube канал можно за счет рекламы. Привести подписчиков за счет рекламы. Просто налить просмотров. Договориться с какими-то похожими блогерами, которые помогут вам привести аудиторию. Для этого есть отдельные люди, рекламщик, есть, может быть, какой-то там пиар-менеджер или тоже рекламщик, но который работает с блогерами. Я, например, эту работу на себе не беру. Я именно технический специалист, именно узкопрофильный менеджер YouTube канала. Да, есть менеджеры YouTube канала, которые занимаются всем, но я считаю это такой себе. Я считаю, что каждый специалист должен быть именно предельно в своей нише, а не размываться на все подряд ниши. Он будет не сильно квалифицированным человеком. Менеджер YouTube канала, я считаю, это самая важная персона. Вот я как менеджер, я управляю и дизайнером, я говорю ему, какие картинки делать. Я также говорю, какой должен быть контент, как правильно записать, чего не хватает, даю рекомендации по записи. Могу переговорить с таргетологом. Это очень важная персона. И оценить мою работу, вообще работу менеджера YouTube канала на короткой дистанции очень тяжело. А вот в этом видео я как раз вам покажу ценность вообще менеджера YouTube канала, насколько это реально крутой человек и важный вообще в работе с YouTube канала. И насколько его работа в перспективе принесет вам огромные результаты. Работа менеджера YouTube, она идет на перспективу. Если вы пригласите менеджера YouTube канала и загрузите 20-30 роликов, потом скажете, о, что-то у меня результатов нет, о, что-то у меня продаж нет, тогда и не стоит вообще нанимать менеджера YouTube канала. Это то же самое, что купить какой-то выгодный актив, который будет в перспективе вам приносить деньги. А YouTube канал – это тоже некий такой актив, который работает на вас по экспоненту. Для этого, для всего нужно вам какое-то определенное количество времени. Быстрый результат – это реклама, и не факт, что он вам придет результат. А менеджер YouTube канала, он именно работает над тем, ну, в том числе именно я, опять же, я говорю сейчас за себя, менеджеры бывают разные, для того, чтобы вы получали постоянный бесконечный органический трафик. Вы смотрите данное видео до конца, я вам покажу, докажу, именно реальным кейсом, реальным примером, как именно менеджер помогает добывать вашему YouTube каналу бесконечный целевой трафик. И не в зависимости в будущем, будет с вами менеджер работать или нет, вы будете все равно постоянно получать бесконечный трафик. Да, может быть, он будет ниже со временем, а может быть, больше, но вы его будете получать. Всех приветствую, друзья. С вами на связи Фокин Евгений, кто-то меня не знает, я специалист по YouTube. Занимаюсь YouTube каналами. Также я еще являюсь блогером и ютубером. В моих социальных сетях я тоже пащу очень много полезной информации, также полезных своих мыслей. Давайте я размещу в правом верхнем углу. У меня уже отдельное было видео, где я рассказывал по профессию менеджера YouTube канала. Вот именно на данной профессии я зарабатываю. И зарабатываю, сразу скажу, неплохо, потому что данная профессия, она востребована. Очень много предпринимателей хотят задействовать свой бизнес на YouTube, выкладывать ролики, снимать для YouTube ролики, и им некогда разбираться в YouTube канале, им проще заплатить. И таких людей, уж поверьте мне, много. Это то же самое, что электрик. Да, можно электричество починить самому, ну пару раз тебе стебанет током. А можно избежать вот этого всего и нанять специального человека, электрика, который вам быстро все это починит, и тем самым вы обезопасите свое здоровье. Потому что человек уже наработал навыки, и он знает, да, где фаза, где плюс, где короткое замыкание, и, как говорится, и тому подобное. Немножко реклама. Если вам нужны услуги по YouTube, вы хотите создать правильный YouTube канал, настроить правильный YouTube канал, и чтобы кто-то вам сопровождал, давал рекомендации по съемке видео, то вы можете ко мне обратиться. Напомню, что контактные данные мои все в описании. Можете добавиться ко мне в друзья. Рад буду общению. У меня тоже очень интересная информация в моих социальных сетях. Запасайтесь, не щеками, попкормом. А сейчас я вам покажу реальный кейс, реальную информацию, насколько менеджер YouTube канала – это крутой сотрудник. И также я покажу, насколько YouTube – платформа самая крутая платформа. Не ВК, не Facebook, не Instagram, а именно YouTube. Потому что, еще раз говорю, YouTube, он добывает постоянно бесконечный органический трафик. Любые другие социальные сети этим похвастаться не могут. В этом видео вы сейчас во всем в этом убедитесь. Именно прям наглядным примером. И оцените мою работу. Если вам данная работа понравится, то ставьте данному видео лайк. Ну что, друзья, поуехали. Сейчас я вам покажу свою работу с одним из каналов, которые я вел год назад. Смотрите, вот есть вот такой канал – «Зоопрофи». Это ветеринарный центр. Если мы посмотрим на этот YouTube канал, последнее видео было загружено год назад. Вот это видео, которое загрузилось, это загрузили владельцы. Я к нему роли не играю никакой. Но вот последнее было примерно год назад. Если мы его откроем, нам важна дата. Вот, видео было загружено 6 июня. Ну, считай, что у нас сейчас скоро июль. Считай, что год назад. Значки тут тоже не очень эффективны. Сейчас-то у меня опыта больше. Здесь в команде дизайнер. Тогда все делал сам. Канал сам я создал в 2017 году. И примерно за два года где-то мы достигли что-то в районе 12-12,5 тысяч подписчиков. Может, чуть больше двух лет. И потом владельцы перестали его вести. Так в чем здесь ссорь? Я являлся менеджером YouTube канала. Я здесь загружал правильно видео. Называл вот такие всякие картинки. Стоял где-то трэшовые картинки для привлечения внимания. Ну и сама ветеринарная ниша. Да, животные. Это такая ниша, где есть трафик, как говорится. Сравнивать ее с другими тоже не стоит. Везде ограниченное количество трафика. Но суть в чем? Смотрите. Теперь откроем вот такой сайт. Есть Social Blade. Здесь можно проанализировать статистику данного канала. Вот у нас было загружено 231 видео. Подписчики и аж почти 3 миллиона уже здесь просмотров. Несмотря на то, что я этим каналом уже не занимаюсь и мне не платят за этот канал, этот канал набирает до сих пор результат. Отсроченный эффект моей работы, то есть оценить работу менеджера YouTube канала сразу тяжело. YouTube канал, он как любая соцсеть, работает по экспоненту и работает в долгу. YouTube это некий такой, как я ранее сказал, актив. Сначала ты работаешь на YouTube, а потом работает YouTube на тебя. Вот мы поработали 2 года, и теперь я не работаю, а YouTube постоянно приносит трафик. Смотрите, что самое интересное. Вот интересный показатель. То видео было загружено в июне 2019 года. Вот смотрите. Июнь. Это вот последний месяц, как я работал. Видите? 49 тысяч просмотров. И вот дальше потом идет. Вот июль, август, вот июль 40, 66 просмотров. Потом август 59, дальше 44 тысячи, 49 тысяч, 49, 50, вот тут 60, 50. Обратите внимание, в среднем канал данных, которым я уже год не работаю, генерирует 50 тысяч просмотров. Вы только вдумайтесь в это. Представьте, сколько нужно будет вкладываться в рекламу, чтобы заработать вот эти 55 тысяч просмотров. А эти просмотры бесконечные. Вот видите, они уже год идут. И они именно целевые. И они бесплатные. Ну, как бесплатные? В свое время люди заплатили мне за услуги, да? А теперь правильные залитые мной ролики, правильно сделанная оптимизация, работает на них бесконечно. И это может бесконечно идти-идти. Да, возможно, когда-то там начнет идти снижение. Но в этом и уникальность YouTube. Я хочу вас, друзья, в этом видео тоже сподвинуть. Еще раз говорю, ни Facebook, ни VK, ни другие соцсети вот так работать не будут. Через год в ваших постах никто их не будет лайкать, никто не будет смотреть и никто их не будет продвигать. А YouTube продвигает канал и продвигает видео. Не все, но какая-то часть этих же просмотров делает. Это вот подписчики здесь. Вот смотрите. Вот находим июнь. Было 320 подписчиков. Вот дальше. 364, 200, 200, 300, 400, 300, 400. Ну, в среднем 300 подписчиков представляете этот канал делать. То есть, по факту, этот канал за год сделал 3 тысячи подписчиков. Это грубо, за 10 месяцев, если считать путрист. Вот поэтому я говорю, на канале сейчас у нас получается 15 тысяч. Ну, где-то было 12, когда бросил его работу. Через несколько лет здесь может быть и 20 тысяч подписчиков. И самое интересное, помимо того, что YouTube вот эти вот просмотры добывает до бесконечности, он еще и платит денежки. Ни одна социальная сеть так не платит. Это примерно не точная информация, но какие-то центы капают. Пусть те же самые 100-200 долларов, ну, 10-15 тысяч за год тоже не лишний, с учетом того, что канал заброшенный, он не ведется. Представьте. Смотрите, в чем проблема этого канала? В том, что у них была именно проблема с монетизацией. С монетизацией. Они не знали, как монетизировать. Они привязаны к городу, а YouTube канал эффективно монетизирует какими-то такими услугами, дистанционными, либо курсами. Вот если бы они здесь продвигали бы и активно бы писали, о чем я им тоже говорил, но они ленились, дистанционно могут проконсультировать, дать рекомендации по животным, допустим, плат, или бы создали какие-то свои курсы, но это нужно, короче, им нужно было продумать модель монетизации. Они даже здесь не продавали рекламу. Можно было бы даже иногда какие-то ветеринарные товары здесь или другие каналы рекламируете, можно было дополнительно зарабатывать. Это тоже не делалось, хотя я и объяснял. Ну, вот так отнеслись к моим рекомендациям. Представьте, допустим, да, канал генерирует примерно там, сколько мы посчитали, ну, грубо, 40 тысяч просмотров в месяц. Если бы здесь в описании под каждым видео были ссылочки на какие-то курсы или консультации, я думаю, благодаря такому трафику, нет-нет, одну, две, три покупки, может быть, в среднем в месяц бы совершали бы какие-то люди, и в среднем, пусть бы даже 2-3 тысячи в месяц этот бы канал зарабатывал только на дистанционных каких-то консультациях или даже на курсах. Ну и плюс еще там 10 долларов, например, в месяц от партнерки. Представьте, сколько бы за год этот канал мог заработать. Мы рекламу не будем считать просто на услугах. Вот умножим, допустим, 5 тысяч на год, это 60 тысяч рублей. То есть моя работа могла по факту в 200 раз и даже в тысячи процентах окупиться, потому что я уже не работаю, а каналы генерируют деньги, он и в следующий год будет генерирует, и в следующем году они бы могли заработать, и в следующем, и в следующем. Мне неизвестно, когда бы это закончилось. Вот так работает грамотный менеджер YouTube-канал, и для этого нужен менеджер YouTube-канал, и не нужно скупаться на его услуги. Либо же вы можете разбираться самостоятельно, но для этого у вас уйдет огромное количество времени, чтобы разобраться, как работает YouTube. Я убил огромное количество времени, чтобы понять, как это работает. Кому нужны услуги, кому нужно создание YouTube-каналов, настройка, ведение, обращайтесь. Еще раз вам хочу это рассказать. Надеюсь, данный кейс для вас ценен, и вы можете следить дальше за этим каналом, посмотреть этот ролик и посмотреть, какие здесь показатели будут через год, даже через полгода. А я уверен, здесь уже будет не 15 тысяч подписчиков, а 16 или 17. И здесь уже будет не 2 миллиона 700 тысяч просмотров, а 3 миллиона через полгода. Я больше чем уверен. Хотя я с этим каналом не работаю, но и они дальше не планируют работать. У динамики и вот такого нет нигде. Где вас продвигают, когда у вас даже нет активности. Еще вам платят какие-то вот центы, ни одна соцсеть не платит центы, и вас не продвигает. А любая другая соцсеть, она хочет, наоборот, у вас забрать деньги, чтобы вас больше показывать в ленте. А у YouTube другая система работы алгоритмов. Еще очень важный момент. Если вы не хотите потратить деньги впустую на менеджера YouTube канала, вам обязательно нужно продумать момент монетизации. Как вы будете извлекать прибыль из своего трафика, который у вас будет. Или вот который вот у них есть, да, но они, я уже сказал ранее, не знают. Иначе у вас потратятся деньги на смартфон. Да, они потратили сотни тысяч на работу со мной, но они бы их окупили уже давным-давно. А может быть они окупились. Поэтому на YouTube нужно приходить осознанно, нужно постоянно загружать видео, и нужно продумать модель монетизации и также нишу. Иначе реально деньги будут потрачены впустую. Ну что, ребята, как вам мой кейс? Понравился? Если да, то ставь данному видео лайк. Задавай свои вопросы в комментариях. По профессии вообще менеджера YouTube канала. По YouTube готов ответить. Опыт у меня большой в этом плане. Также вы можете поделиться данным кейсом со своими друзьями. Ну что, не забываем подписаться на мой YouTube канал, нажать на колокольчик, поставить уведомление в телефоне, чтобы вам пришло уведомление о моих следующих видео. Мы еще также будем много записывать разных полезных видео, в том числе и по YouTube. У меня уже на YouTube канале, если вы зайдете на мой YouTube канал, в раздел плейлисты, там есть у меня отдельный плейлист, да, продвижение YouTube. Там куча уже разных роликов. Какие-то устарели, какие-то свежие. То есть заходите и смотрите, если вам интересен YouTube канал. Если вам интересное продвижение YouTube канала, или вы хотите создать свой YouTube канал, правильно его настроить, то пишите мне в контакты под этим видео. Обговариваем детали, и я вам расскажу, сколько будут стоить мои услуги. Ну на этом я буду заканчивать свое видео. Всем пока, увидимся на просторах интернета.